Казанский федеральный университет Первое мероприятие серии про науков КФУ под названием «В наука в летнюю ночь» было посвящено гуманитарным областям. Здесь выступили лучшие преподаватели, аспиранты и выпускники по направлениям татаристика, психологии, образования, истории и востоковедения, а также филология и культура. Послушать о классике американской фантастики Рея Брэдбери, о путешествии в Древнюю Индию при помощи воображения или о русском авангарде 20 века мог каждый желающий. Я соскучилась по своему филологическому факультету, потому что я заканчивала два года назад университет. Сейчас работаю не по специальности, но мне захотелось снова окунуться в атмосферу филологии, послушать лекции. Я вот сама учусь в институте психологии и образования, и для меня это огромный шанс позвать всех моих друзей, чтобы они узнали, что такое психология, как связано вообще практическую часть изучить. Это многое дает, поэтому я думаю, летние научные науки надо вводить, чтобы она каждый год проводилась. Наука, как правило, пугает, это воспринимается как нечто потаенное, чем занимаются исключительно ученые мужа. А здесь университет в этой новой форме, по сути дела, пытается популяризировать науку, показывать, что исследование это интересно, что в университете кипит жизнь, что все самое передовое, все самое современное – это часть нашей жизни. Слушателями лектория стали не только потенциальные абитуренты и выпускники прошлых лет, но и дети, горожане и даже гости столицы. Любопытно то, что такое мероприятие проводят на улице. Здесь очень интересно, в особенности потому, что в Европе не проходят научные лекции под открытым небом. Когда я был студентом, мы участвовали в спортивных мероприятиях на свежем воздухе, а тут – это наука. Конечно, это большое событие для университета, ведь подобное мероприятие проводится в республике впервые. В динамичном развитии Казанского федерального убедились и гости мероприятия, ведь здесь были представлены многие изменения, происходящие в УЗИ за последнее время. В сегодняшний день мы можем констатировать, что в основном этап структурирования университета завершился, и мы открываем двери для жителей Казани, для жителей республики, для его гостей, для того, чтобы было полное понимание общества, что делается в университете, как живет университет, как живут студенты и преподаватели университета, какими темами сегодня занимается университет, насколько они отвечают тем вызовам общества, которое сегодня существует. Неформальная обстановка событий дала волю созданию интерактивных зон, множественных мастер-классов и викторин. На праздники прошло и модное дефиле национальных костюмов, и мастер-класс по рисованию мандалы. Но какое это имеет отношение к науке? Данная техника относится к общей арт-серапевтическому направлению психологии, которая подразумевает, что в процессе создания любого творческого образа, продукта, человек проявляет свою личность, и в то же время происходит еще и терапия, то есть гармонизация личности, развитие целостности личности. Эстафету науки в летнюю ночь подхватят и другие институты и факультеты. В июле запланированы два мероприятия цикла естественно-научных направлений. Анастасия Иванова, Руслан Наразаев, Ленар Довлетяров, Универньюз.